Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную операцию на Украине. Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения Вооруженных сил Украины и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО «ГРАД». Кроме того, ВКС России за сутки уничтожены. Три пункта управления в районах Солидар, Меньковка и Бахмут ДНР. Живая силы военно-техника в 16 районах, в том числе националистического формирования «Кракен» в районе Харькова. Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Оперативно-тактическая армейская авиация, ракетными войсками и артиллерия за сутки уничтожены. 17 пунктов управления, 4 взвода реактивных систем залпового огня «ГРАД», а также в районе Константиновки, 2 ангара с укрытыми в них гаубицами М777 производства США, из которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Нанесено поражение подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42 районах, а также живой силе и военной технике вооруженной силы Украины. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Константиновки, взвод реактивных систем залпового огня «ГРАД» в районе Дзержинска и 2 артиллерийских взвода 152-мм гаубиц «Гиацин-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Новгородская ДНР. Истребителями Су-35С ВКС России в воздухе сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвинково Харьковской области и Троицкого ДНР, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополья ДНР. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мелитополь Запорожской области, Терновое и Веселая Харьковская область, три баллистические ракеты «Точка-У», 20 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенных пунктов Чернобаевка Херсонской области, 5 снарядов РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Бражковка Харьковская область. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 242 самолета, 137 вертолетов, 1506 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3995 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3127 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4128 единиц специальной военной автомобильной техники.